Девушки отдыхают В течение ближайших пяти лет Оренбуржия должна стать одним из главных курортных регионов России. Добрый день! Вы смотрите программу «Туризм и отдых». До конца текущего года в область из федерального бюджета поступят первые 70 миллионов рублей на реализацию начальной стадии проекта «Туристко-рекреационный кластер Соленые озера». Какие изменения ожидают знаменитую природную здравницу Соленецка и как другие территории области развивают свой туристический потенциал? Об этом вы узнаете в ближайшие 20 минут. Отправляемся в Соленецк. Он расположен в 70 километрах от Оренбурга. Город небольшой, около 28 тысяч жителей, но туристами очень богатый. Например, летом 2013 года было зафиксировано более миллиона прохождений через турникеты, ведущие на целебные озера. Озер на территории курорта 7. Уникальность заключается в том, что они находятся близко друг от друга, но при этом обладают разнообразными водо-грязелечебными ресурсами. «А у нас бабушка, у нее болят ноги, мы решили ее искупать в вашем целебном озере». Озеро «Развал», местное называет его Соленка, по своему составу близко к знаменитому Мертвому морю. Из-за высокой концентрации соли в нем невозможно утонуть. По этой же причине вода здесь не замерзает даже в 35-градусный мороз. Купание в озере помогает исцелиться людям, страдающим заболеваниями кожи, внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. «Каждый год сюда приезжаем на машинный озер. Озеро очень соленое, вкусное, можно белище кушать и вот так вот закусывать целиком». В озере Дунино высокая концентрация брома, поэтому купание здесь оказывает благотворное воздействие на нервную систему. Полезно тем, кто длительное время находился в стрессовой ситуации или пребывал в депрессивном состоянии. В начале лета в Дунино в большом количестве размножаются особые рачки, которые способствуют увеличению лечебных свойств воды. «Открытие бывает 1 июня здесь. Мы приезжаем 10 июня туда. И вот здесь, когда начинаем здесь купаться, туда плываем, ложимся, этих рачков здесь море. А вот когда лежишь, ты весь в рачках». Реализовать детскую мечту и полностью вывалиться в грязи, реализовать взрослое желание и оздоровить кожу, мужскую и женскую половую сферу, приостановить процесс деформации суставов и позвоночника, а также вернуть силу и красоту. За этим отдыхающий отправляется к грязевому озеру Тузлучное. Чтобы оценить перспективы развития курорта, в Сулевецк во вторник прибыл заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Амунц. Дмитрий Михайлович Амунц родился в 1962 году в городе Железнодорожной Московской области. Окончил факультет экономической кибернетики Московского института народного хозяйства имени Плеханова по специальности экономист-математик. В разное время работал в структурах банка Минотеп, был заместителем генерального директора авиакомпании Аэрофлот, входил в консультативный совет по иностранным инвестициям и рабочую комиссию Совета безопасности Российской Федерации. В 2004-2008 годах заместитель министра культуры и массовых коммуникаций. С января 2013 года Дмитрий Амунц назначен заместителем руководителя Федерального агентства по туризму. Он курирует вопросы международного сотрудничества, государственные туристические проекты и государственно-частное партнерство. Женат, имеет сыны. Мы провели анализ интересных проектов в сфере туризма и получается, что развитие солилетского кластера является одним из самых приоритетных, самых для нас неожиданных. Ваш проект, он выделяется из всех в лучшую сторону. Речь идет о том, что правительство области, муниципалитеты и местные предприниматели решили кардинальным образом повысить качество предоставляемых услуг, расширить их и превратить Солилетск в здравницу, способную конкурировать с лучшими курортами России. Минувшим летом проект туристско-рекреационный кластер «Солено озера» включен в федеральную целевую программу развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. Эксперты Координационного совета признали его лучшим из 16 представленных на конкурс. Это значит, что на реализацию проекта Оренбуржий получит серьезную материальную подпитку из Москвы. Планируется, что в рамках проекта будут действовать две основные зоны отдыха и оздоровления. Одна на озерах, здесь уже есть хороший задел. Другая в километре от этого места, на территории, окруженной сосновым бором. Здесь в местечке, которое пока носит рабочее название «Сарматская обитель», смогут разместиться туристы самых разных категорий. И с претензией на ВИП, и те, кто привык путешествовать в доме на колесах. Сегодня есть такое комплексное отношение к развитию туризма, потому что речь идет в том числе о развитии инфраструктуры, дороги, связи, энергетика, водоподведения, водоотведения и так далее. Новые рабочие места при развитии таких туристско-рекреационных кластеров, увеличение налоговых поступлений в бюджет различных уровней. И у нас есть примеры, когда только за счет реализации таких проектов существенно увеличиваются в том числе и зарплаты тех, кто занят в таких проектах или живет на этой территории. Понимая, что курорт – это прежде всего качественная вода, понимая, что все объекты туриндустрии необходимо обеспечивать отводом стоков и, соответственно, очисткой, понимая, что необходимо будет обеспечить экологический определенный уровень для защиты озер, мы попробовали в рамках генерального плана и стратегии развития города предусмотреть прежде всего развитие инфраструктурных проектов. Это проект первый-второй пусковой комплекс водоснабжения города. Второй проект – это реконструкция очистных сооружений. В первую очередь – это реконструкция механической очистки. Третий проект – строительство самоотечественной напорной канализации. Строительство уже начато, ведется подрядчик уже на объекте. На эти цели из федерального бюджета в текущем и следующем году Оренбургская область получит 140 миллионов рублей. В целом же до 2018 года на возведение объектов, обеспечивающей инфраструктуру Суллецкого кластера, из федерального центра планируется выделить 945 миллионов. Они пойдут на строительство водопроводной сети, очистных сооружений, газопровода, линии, электроснабжения. Будут отреставрированы старые и построены новые дороги. В стороне не останется область и муниципалитет. Из этих источников на создание курорта современного уровня уйдет около 300 миллионов. А вот туристская инфраструктура, гостиничные, спортивные, развлекательные и лечебные комплексы лягут на плечи частных инвесторов. По примерным подсчетам им это обойдется в 4,5 миллиарда рублей. Один из основных инвесторов ООО Суллецк курорт. Мы для себя определили, что на первом этапе необходимо уделить особое внимание повышению качества услуг, представляемых туристам. Потому что сегодня это, наверное, самое главное. Потерять тот поток, который у нас сформировался, достаточно просто, если не уделять внимание всем тем необходимым вещам, которые должны присутствовать и сопровождать туристов. Второй этап – это период 2016-2018 год. Мы понимаем, что сезонность – это главная проблема большинства курортов. И что если мы не преодолеем, то для нас это будут большие сроки окупаемости вложений, как и бюджетных, так и частных инвестиций. Поэтому цель стоит перевод курорта в дальнейшем на круглогодичную форму эксплуатации. Пока курортный комплекс занимается инженерными коммуникациями, за его пределами идет строительство новых объектов. Предприниматели понимают, что скоро в Солилецк, который и без того был популярен туристов, хлынет еще больше поток отдыхающих. Так, недалеко от Лечебных озер, на месте бывшего кинотеатра «Октябрь» вырос торговый центр. Первый этаж – это будет большой продуктовый магазин, а также отдельные входы с оказанием различных услуг. Это услуги связи, сауны связи, аптека, оптика, банковские организации. На втором этаже стеклянная система перегородок. Будут отделы с мелкими предпринимателями в сфере одежды, обуви, детских товаров. А на озерах уже сегодня достаточно мощная инфраструктура. За последние несколько лет курорт значительно преобразился. Обустроены пляжи, вместо беспорядочных лавочек с едой появились кафе. Когда заканчивается сезон купания, они простаивают впустую. Но это пока курорт не заработает круглогодично. Где никогда не бывает простоя, так это в областной солилетской больнице восстановительного лечения. В сезон, чтобы процедуры получили все желающие, медсестрам приходится работать в две смены – до 10 часов вечера. По лечению костно-мышечной системы и бронхолегочной патологии, нервной системы, включая кожу и заболевания вен, у взрослых и детей, плюс гинекология. Лечение включает из себя естественные природные факторы, минеральная вода и грязь, плюс факторы, которые преформированы, то есть физиотерапия. По лечению холодом, магнитом, электропроцедурами, вытяжением, барокамерой, гравитационной терапией и так далее, и так далее. Плюс медикаментозная терапия. Эта лабораторная установка, идемте, вот сюда зайдем, она работает. Человек ложится вот сюда, в центр, вот, и раскручивается вот так 36 оборотов. Голова в центре. Вот, и в центре вращения, да. И получается, что позвоночник растягивается, и грижа диска вправляется. То есть она входит туда за счет растяжения. Сразу растягивается весь позвоночник, все диски, и шея, и грудной, и поясничный. От озера мы находимся ровно 120 метров в ту сторону. Значит, вот это лечебная база естественных природных факторов, минеральная вода и грязь. И вот это вот простая местность. То есть вот эти вот раз, два, пять корпусов, они существуют на сегодняшний день. Проект по развитию туристско-рекреационного кластера «Соленые озера» предполагает строительство поликлиники, детского и двух терапевтических корпусов. Кроме того, уже сейчас, наряду с лечебно-профилактической, четко вырисовывается спортивная направленность курорта. Спортсмены, кстати, давно полюбили эти места. Так, в 2010 году перед решающей Олимпиадой Ванкувере в Солилетскую здравницу приехали тогда еще мало кому известные российские лыжники Никита Крюков и Александр Панжинский. Приехали, ну, залечить рано, если так можно сказать, и подготовиться лучше к зимнему сезону. Тех травм, которые бывают у спортсменов, у каждого, тем более в спорте высших достижений. А вот после этого комплекса процедур Солилетских, вот эти имена уже стали известны на весь мир. Они стали олимпийскими чемпионами. И они, это факт, и они об этом сами признали, и они приезжали в Солилет, благодарили, и вообще ставили вопрос о том, чтобы это была система. Судя по тому, что на проекте существует лыжная школа, наверное, дело действительно идет к системной подготовке спортсменов. Чумак сюда приехал, потому что я не мог поверить, что миллион четыреста посещений. Тяжело верилось, что вот можно такое создать, там, взять то, что природа сотворила, обустроить и сделать такой туристко-рекреационный класс. И я считаю, что должны не сами делать, а в том числе и привлекать, там, зарубежных инвесторов, потому что есть куда развиваться, и что же самим все делать. Да, сотрудничать с институтами развития, там, Российской Федерации, с банком развития, со Сбербанком. Поэтому коллеги говорят, что уже ведутся переговоры, но после того, как проектно-смертная документация будет готова, пройдет экспертизу. Я надеюсь, что все-таки одни, да совершенно другой будет уровень и масштабы проекта. Потому что делать все самому, извините, вот в таких вот масштабах, конечно, может быть и приятно, но можно сделать гораздо больше. Я считаю, что нужно их поддерживать и рад, что и область так естественно относится. А мне говорил об этом проекте еще и полномочный представитель Бабич, мы с ним недавно виделись, он говорит, слушай, надо обязательно поддержать. Я говорю, я знаю об этом проекте, ну вот, сейчас расскажу ему, позвоню. После посещения Солилецка Дмитрий Анатольевич приехал в Оренбург, чтобы встретиться с губернатором региона Юрием Бергом и заместителем председателя правительства области по финансовой и экономической политике Натальей Левенсон. Я, честно говоря, рад, что появляются такие проекты, как Солилецк. Можно сделать очень интересный такой модельный проект и показать остальным субъектам, как можно развивать территорию за счет комплексного подхода к развитию туризма. Самое главное, его важность или необходимость, что ли, определили люди. Мы сейчас все должны догонять спрос, тот спрос, который есть. Юрий Берг поделился с Дмитрием Амонсом еще одной идеей – использовать в качестве рекреационного ресурса отработанные соляные шахты. Сколько обращений, особенно людей больных, вот просто опустите там на 30-40 минут, походить там. Это вообще настолько лечебный эффект. Конечно, это уже там следующий этап. Солилецк имеет удобное географическое положение. За один световой день сюда можно добраться из республик Казахстан, Башкортостан, Татарстан, Самарской и Челябинской областей. В 2013 году было много приезжих из значительно отдаленного Пермского края. По прогнозам аналитиков, строительство туристского рекреационного кластера «Солено озера» приведет к тому, что уже через пять лет количество отдыхающих в Солилецке увеличится практически в два раза. В четыре раза возрастут доходы, полученные от оказаний туристических услуг. В семь раз – от гостиничных услуг. То есть налоговых отчислений в бюджет станет гораздо больше. Плюс к этому у Солилецк появится дополнительно 1600 рабочих мест. В другом городе Оренбургской области Кувандыке тоже думают о том, как привлечь туристов. Эти места называют Оренбургской Швейцарией. Здесь, на правом бережье реки Сакмара, расположена известная в регионе туристическая база «Долина». Это поистине райский уголок для горного туризма. Склон шириной около километра способен вместить всех желающих. Здесь есть несколько спортивных трасс, которые отличаются друг от друга рельефом и длиной. Она коляблется от 250 до 3000 метров. Есть отдельная трасса для новичков, для опытных любителей. Зона Целины для свободного катания и, наконец, спортивная трасса. Лететь с горы можно не только на лыжах или сноуборде, но и на сноутюбинге или, проще говоря, плюшке. Благодаря снеговым пушкам сезон в горнолыжном центре «Долина» начинается с первыми морозами и длится по апрель. Пушки, так же, как и новая канатная дорога, появились благодаря финансовой поддержке правительства области. Несколько раз на этой горе проходил чемпионат России среди любительских клубов. А началось все в далекие 70-е. Основным сподвижником создания горнолыжного центра стал главный инженер Южноуральского креолитового завода Александр Чеботарев. 25 октября 1975 года, вот здесь сейчас здание столовой, вот это здание бывшего городского центра, был собран приют. Отопление было сделано, печка, кокс, дрова, пробурена скважина была здесь, ручной качок. И в следующем году подъемник, вот линейка передач была проведена, и опробование произведено было 22 декабря. Я и мой старший сын, мы сделали две подвески, поднялись вот в этой вот лощине наверх и сделали первый спуск. Сегодня сын Андрей – директор горнолыжного центра «Долина». Он вместе с главой Кувандыкского района заинтересован в дальнейшем развитии снегового курорта. Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Амутс внимательно изучил проект. Здесь находятся гостиницы на 40 мест, столовая, лыжная база, спортивная школа. После рабочего освещения – выезд на гору. Федеральная целевая программа развития внутреннего и въездного туризма рассматривает объекты, которые в год посещают свыше 100 тысяч туристов. Комплекс «Долина» из числа таких. По программе можно получить средства на инженерное обеспечение. Это то, что сейчас необходимо турцентру. Ремонт существующей автодороги по маршруту город Кувандык, горнолыжный центр «Долина». Делать асфальт, делать хорошие парковки, потому что народ сегодня добирается, в основном все-таки это жители Оренбуржи, народ приезжает на своем транспорте. Следующий этап – это газификация территории. По условиям федеральной программы деньги получает тот проект, стоимость которого на три четверти могут покрыть в небюджетные источники финансирования. В итоге такой вот замкнутый круг. Под строительство частного инвестора мы сегодня ничего не можем дать. То есть приходят люди, говорят, мы готовы купить, поучаствовать в торгов, купить территорию, начать строительство гостиничного комплекса, там мини-гостиниц, там общепиты, там мест пребывания, отдыха. Мы просто, не администрация, естественно, я не подписываю никакие этих условия, потому что их не по что давать. Что касается этого проекта, то мы смотрим на предмет тоже перспективного включения в федеральную сливую программу. Потенциал очень большой, там и склонов много рядом. В случае увеличения потока можно ставить дополнительные подъемники. Прекрасное место для развития инфраструктуры, для коллективных средств размещения. Вообще, в принципе, тут есть где развернуться, и парковку можно хорошую сделать, и с дорогой вопрос решить. Но обязательно нужно найти вариант летнего использования. Потому что если предлагать инвесторам, малому, среднему бизнесу заходить сюда своими проектами, то они, конечно, должны быть заинтересованы в круглогодичной эксплуатации. Сегодня важно понимать, что каждый рубль, допустим, экономически обоснованный, вложенный в данную проектную систему, может дать в том же Кавандыке и налоговую прибавку, и рабочие места дополнительные. То есть это позволит решать те проблемы муниципалитету, которые у него сегодня тоже есть. Согласно генплана, застройки территории у нас, ну, буквально за территорией горнолыжного детского сада у нас стадион, спортивные плоскостные сооружения, запроектирование лыжероллинной трассы со системой освещения и искусственного снижения, которое позволит сегодня проводить учебно-тренировочный сбор для сборных команд регионов Российской Федерации. Кроме того, значит, мы провели уже два первенства области по маутинбайку, по горному велосипеду. Помимо этого, туристический комплекс «Долина» занимается проработкой конных и лодочных маршрутов в парике Сакмара. Так что потенциал для летней загрузки есть. Вполне возможно, что несколько подработок. Проект «Долина», так же, как и Сулелецк, войдет в федеральную программу по инвестированию объектов туризма. Любите свой край, развивайте его. Это наша земля и в наших силах сделать жизнь здесь лучше и интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok